Пляжи городского озера в солнечные выходные пользуются огромной популярностью. Здесь буквально яблоку негде упасть. Поэтому спасатели постоянно на чеку. Лодка спущена на воду и готова отплыть в любую секунду. Проверки подвергаются и любители порыбачить. Их лодки инспекторы замечают издалека. Жилет один вижу, а вас где желез? Я плавать умею. Да это мы понимаем, мы все плавать умеем. Вы нарушаете статью безопасность на воде. Отсутствие спасательного жилета, словно не пристегнутый ремень безопасности в автомобиле, штраф от 300 до 500 рублей. Протокол инспекторы составляют на месте. А нерадивые рыбаки обещают завтра же приобрести спасательный жилет. По пути до следующего рыбака инспекторы объясняют. Если лодка перевернется, человек может потерять сознание в воде из-за резкого перепада температуры. Потому жилет и необходим. Но понимают это не все. Жилеты одевайте и купайтесь. Вот на том день вы еще два жилета. По пути инспекторы проверяют и береговую линию. Здесь тоже много купальщиков. Хотя официальный пляж на кино не только один. Остальные стихийные, несанкционированные. Именно на таких и произошли все случаи гибели людей на воде в этом году. Официально открытых пляжей в Забайкале 115. Практически на всех реках края. Здесь оборудованы места для отдыха. А на берегу дежурят спасатели, которые готовы прийти на помощь. Поэтому плавать на лодке лучше в спасательном жилете. А загорать и купаться только на официально открытых пляжах. Так безопаснее. Вадим Малышев. Пресс-служба главного управления МЧС России по Забайкальскому краю.